Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про яблоки для сидра. Какие яблоки предпочтительнее использовать, как определить их зрелость. В общем, обо всем об этом мы сегодня с вами разговариваем. Итак, первое. Наилучшими яблоками для производства сидров считаются яблоки поздние. Они набирают больше ароматики, они более интересно раскрываются затем в напитках. Также желательно использовать несколько сортов яблок. И комбинировать яблоки кислые, кисло-сладкие, сладко-горькие. То есть, ну это будет идеальная композиция. Там, конечно, по пропорциям вы сами уже можете составить для себя, скажем так, лучший букет. Но, тем не менее, например, из просто сладких, ну бывают такие сладкие пресные яблочки. Хотя, как правило, это летние яблоки. Ничего хорошего из них не получится. Нет, конечно, какой-то напиток получится, безусловно. Но для того, чтобы напиток был более интересным, лучше раскрывал свой вкус, все-таки у него должны присутствовать и кислота, и горчинка, и ароматический профиль. Поэтому лучше всего комбинировать сорта. И, конечно, чем более ароматные сорта будут, тем более интересным может получиться ваш напиток. Дальше. Яблоки должны быть спелыми. Если мы говорим о производстве напитка из поздних яблок, то их снимают и потом дозаривают в течение нескольких недель. Их не моют, ничего с ними не делают. Ну, как обычно, да, сняли в прохладное помещение, перенесли. И несколько недель выжидают, пока они дозреют. Почему? И для чего? В яблоках недозревших присутствует крахмал. После того, как они дозревают, крахмал превращается в сахар. Как это посмотреть и как определить, я вам сейчас покажу. Итак, нам понадобятся яблочки и обычный йод. У меня яблоки опады, но для примера сойдут. Специально подобрала более зелененькое, более желтенькое. Вот это, кстати, лежало некоторое время. Сейчас мы их разрезаем. Вот таким образом и наносим йод. Красненькое у нас подпорчено, но для нашего эксперимента это совершенно не важно. Для удобства мы йод разводим в водичке. И теперь в эту водичку окунаем яблочко. Ну, либо поливаем, как удобно. Надо, чтобы йод покрыл всю поверхность нашего яблочка. И, к сожалению, видите, даже не удалось вам продемонстрировать. Оказывается, даже мои, казалось бы, вот такие зеленые яблочки, на самом деле, нормально созревшие. Вот еще одно яблочко. Ну, на самом деле, оно тоже зрело. Видите, в это время найти не спелых яблок очень сложно. Ну, вот чуть-чуть. Вот еще есть крахмал. Вот капельку буквально посинело. Но это настолько незначительно. То есть вот с такими яблочками смело можно работать. Ну, конечно, картинка может быть и другой. Вот, смотрите, такая табличка. Индекс вот этого самого крахмала. Не будем вдаваться в подробности в термине. Смотрите. Шестой ряд. Это все полностью готовое и созревшее. Четвертый и пятый рядочки. Это то, что может дозреть. То, чем, в принципе, можно работать. Все остальное, оно даже не дозреет. И такие яблоки использовать абсолютно нет смысла. Ничего хорошего из них не получится. Также, по желанию, можно добавлять грушу. Я даже добавляла грушу-дичку. Как раз-таки для тонинной составляющей. Также можно добавлять айву. Ну, вот, к сожалению, у меня нигде в доступе айвы нет. То, так бы я проэкспериментировала. Думаю, что вот Айва дала бы тоже интересный такой ароматический профиль. То есть, какие нам яблоки нужны? Первое. Яблоки разные. Обязательно, чтобы среди них были какие-то яблочки кисленькие. Должны быть яблоки спелые. Про спелость я вам показала, рассказала. При необходимости яблоки доузариваем. Ну, яблоки качественные. То есть, гнильца, вот это вот все, оно нам не подходит. Надо, чтобы яблоко было хорошее. Потому что все, что будет порчено, может нам дать потом в дальнейшем какие-то проблемы. То есть, мы потратим время, да, мы начнем что-то делать. При этом потом наше сусло может заболеть. Ну, хорошо, если мы его вылечим, это возможно. Но можем и не вылечить. И придется все это вылечить. То есть, потраченные труды, потраченное время. Поэтому стараемся максимально все-таки использовать качественный материал. И еще касательно яблок. Опять же, самые лучшие яблоки это из старых запущенных садов. Небольшие вот эти вот красиво. А яблочко маленькое. Которое не подкармливали. Вот именно то яблоко будет наилучшим. Как раз таки и для ароматики, и для всего остального. Даже встречала рекомендацию использовать и дикие яблоки. Но из одних диких яблок ничего хорошего не получится. Их можно добавлять к чему-то. Опять же, там ради горчинки. Ради какой-то вот такой тонины составляющей. Которая сформирует в дальнейшем тело напитка. В каких пропорциях, ну это все надо пробовать, экспериментировать. Потому что у каждого свои индивидуальные вкусовые предпочтения. И в принципе вкус у всех развит по-разному. Поэтому тут надо все это пробовать, сочетать. И находить для себя лучший результат. Конечно, можно пробовать и, скажем так, из больших десертных яблок тоже что-то делать. Но помните, что если у вас вдруг что-то не получится с первого раза. Ну даже, наверное, неправильно сказать, что не получится. А получится не так, как вы хотели, не так, как вы ожидали. То помните, что сырье вообще это самое важное. Это, ну, наверное, 70% успеха. Поэтому что-то получилось не так, как вы хотели. Ну, попробуйте еще что-то другое. Да, может быть, в следующем сезоне. Ну, если у вас, конечно, останется запал, скажем так. Кто-то может и остановиться, сказать, что нет, ничего у меня не получается. Все это ерунда. Но я вам подчеркиваю, да, и повторяю множество раз, что конечный результат очень сильно зависит от начального, от того сырья, которое мы используем. Если мы для себя подберем, скажем так, праведные яблоки, да, действительно, есть такой термин праведные яблоки. И есть такой термин сидровые яблоки. Это, ну, скажем так, проблема современного сидроделия. Именно то, что в большинстве своем сейчас выращивают именно десертное яблоко для еды, а не то мелкое яблочко с ароматиками, с горчиночками, со всем, которое наилучшим образом подходит для сидра. Поэтому если мы для себя подберем какое-то оптимальное сочетание, значит, у нас получится классный и хороший напиток. Ну, конечно, у вас, наверное, возникнет вопрос, а какие же сорта лучше использовать? Ну, каким у вас есть доступ? Рекомендуют Антоновку, рекомендуют Ранет, рекомендуют Пепин Шафраны. Ну, и рекомендуют еще множество сортов, о которых я, например, даже не слышала. Поэтому можно попробовать поискать. Ну, и, конечно, большинство из нас, одно дело, если бы мы закладывали Сидоровый сад, да, а я думаю, что особенно в этом сезоне, большинство из нас будет использовать те яблоки, которые есть в округе в доступе. В том числе и мы. У нас вообще своих яблок нету, но вокруг есть хорошие люди, которые этими яблоками угощают. И поэтому из них мы и делаем композиции для наших напитков. Самое главное, да, это вот все-таки немножко яблочки комбинировать, а не использовать только сладкое яблоко, в котором совсем нет кислоты. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталк наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!